Звернуться за допомогой, те и пропоновать, крок однолького складанный как для инвалидов, так и для водителев. Компромисс шукали разом. Члены громадского объединения инвалидов-спинальников привезли разные виды колясок и растлумачили, как правильно супроводжать таких пассажиров. Все присутные на инструктаже водители отримали веды не только у теории. Провели вообще-то мониторинг перед этим, как водители троллейбуса поступают в данную ситуацию. А сегодня покажут практически непосредственный контакт с инвалидами водителей даст возможность водителей более понимать инвалидов, а инвалидами понимать больше водителей. У допомогу ободвым бокам найнушие специально обсталяванные троллейбусы, які могут нахиляться на 15 градусов до бордюра. А кроме того, каля 15% гомельского транспорта оснащена высовной нахильной платформой. Этот процент будет расти. На наступную пятюгодку уже есть державный план по ширине рухомого состава с пандусом. Але навыд такие сучасные подходы не вырешают проблему целиком. Вот наша самая беда. Кругом пороги, 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 пороги. А водители, сейчас новый вышел с 2013 года стандарты Белоруссии по перевозкам, уже касается водителей, должен квалифицированно оказать помощь при посадке и выгрузке. Как было простей, члены объединения подрыхтовали для водителя особливые памятки. Домовились об тем, что в першую чергу требует усталевать зроковый контакт. Инвалид-колясочник повинен дать знак, что это потребный ему троллейбус. Тогда уже справа за водителем. Теперь они подрыхтованы до любого содейничания. На своем маршруте я работаю, на маршруте 2.8, я уже знаю своих в лицо. Вижу, что стоит на остановке, я подъезжаю, стараюсь как можно ближе к бордюру подъехать, не торопясь, все. И помогаю закатить коляску. Наступный тренинг пройдет у автобусных парка Гомеля. Створить умовы для безбарьерного перемещения инвалидов реально. Достатково просто сустракаться и обмерковать проблемные питания. Катярына Сапельникова, Яугин Макеенко, телерадиокампания Гомель.